всем привет сегодня поговорим о том как выбирать себе операционную систему в зависимости от того что вам нужно например как видите список требований предъявляемых к различным операционным системам он одинаков наличие в броузера загрузчиков для файлов для торрентов офис и так далее и большинство из этих критериях практически совсем со всеми этими критериями в операционной системы справляются отличие в том что linux бесплатная windows и apple платные причем apple или macintosh стоит очень дорого и и windows и apple они в магазинах продаются уже установленными на ваш компьютер производители операционной системы windows apple они вложили создали компании выложили большие деньги на раскрутку на то чтобы их системы были установлены на компьютеры и так далее и тому подобное в линуксе этого нет они особенно сильно не вкладывались большинство людей которые создают различные программы для linux они разбросаны по всему миру и делают это за весьма умеренные деньги или бесплатно поэтому для большинства пользователей стоит вопрос а что же лучше там linux windows или apple вот посмотрите практически с любой из этих задач справляются все операционные системы ну с играми может быть хорошо справляется винда и apple ну и у linux сейчас появился очень хороший программный продукт который называется steam и сейчас под него пишется тоже очень много игровых программ поэтому в плане конкуренции linux наступает где на пятки значит я хочу вам вот сказать одну такую крамольную вещь выбирать нужно не операционную систему а программы которые вам нужны вот у меня практически программы которыми я пользуюсь вот они все здесь их мне как говорится предоставляет бесплатно linux причем многие там любят говорить что ой да они там плохие там и так далее ничего подобного все нормально все работает все стабильно вирусов не боится не нужно никакого антивирусного софта стабильно работает и причем разнообразие там рабочих столов который дает linux вот посмотрите 1 2 3 4 5 6 около 7 различных рабочих столов вот по умолчанию значит у них идет крыска и не вот он так вот выглядит вот у него есть свое меню приложения вот такое почему-то интересно значит здесь все появилось но слава богу а вот допустим нажимаем завершить сеанс там завершить работу идущий завершить вот завершить сеанс нажимаем просто хочу показать вот возможности линуксов есть значит очень красивая оболочка гном вот на дебяновской сборке там около там восьми там или девяти рабочих столов среди которых вы можете себе выбрать то что вам нравится и на этом рабочем столе как говорится работать вот посмотрите как красиво сделано все у гнома а вот посмотрите как допустим посмотреть мне это самого так вот большие крупные значки яркие сочные вот вы по ним пробежались выбрали там программу которую хотите чтобы в ней поработать а какие проблемы то вот она вас спрашивает будем работать предлагает вам пароли и так далее то есть очень такая красивая и хорошая система дальше текстовые редакторы ну естественно везде есть имеет разные названия но принцип работы один работа с текстом значит программы для заметок ну вот очень хорошие в линуксе есть и вишенка windows ван ноут ну выпол не знаю у нее они подключили microsoft office к ней по моему у них это есть программа для смены обоев ну вот такой красоты допустим как в линуксе я не видел а очень необычная она собирает очень красивые обои с нескольких очень крупных веб-сайтов и плюс от различных пользователей которые меняется обоями между собой и и вы всегда в любой момент эту обоинку можете там к себе сохранить у меня масса видеороликов о том как это дело работает но без проблем дальше программа для значит войска во интернет это для общения но это быть сам распространенной skype и голосом и с помощью видеокамеры веб-камеры она есть на каждой из операционных систем значит облачные кладовочки дронбокс google drive мега ну мега на вообще молодцы они сделали приложение для всех систем и больше всех дают вам место на кладовочке 50 гигабайт свободного пространства бесплатно программочка допустим team viewer позволяет пользователям удаленно управлять рабочими столами друг друга я при помощи этой программы частенько помогаю пользователям 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 из разных стран в настройках линукса опять-таки программы для видеозаписи видео редактирования видео плееры присутствует везде музыка tv радио везде файлы менеджер эмуляторы такие вот как виртуальная коробочка на которой мы сейчас вот смотрели дебяновскую сборочку они есть везде архиваторы ну вот я два плюсика поставил из-за программы system bug вот она красавица но это просто изумительная программа она позволяет вам делать и сохранять копии текущего состояния вашей операционной системы уже настроенной причем можете это хранить на этом же разделе жесткого диска можете хранить на другом разделе жесткого диска на внешнем жестком диске где вам нравится а также позволяет создавать значит копии ваши настроенные уже на системы формате изо который можно записать на флешку из флешки восстановиться там за пять за шесть минут ну игры на тут в основном конечно больше было выделено этому сегменту виндой поэтому много игр конечно они хорошо идут на винде значит ну так же вот я говорю что есть сейчас очень хороший соперник steam к него все больше и больше подключается пользователи во всем мире ну и у apple тоже игры значит нормально все работают но по большому то счету посмотрите практически сейчас пользователь может абсолютно бесплатно все эти вещи выполнять на операционной системе linux я не говорю что лучше ну что хуже на какая операционная система какая в ней программа допустим там офис лучше чем libri офис да ради бога но выбирайте на у вас выбор можете выбирать между бесплатным и платным ради бога но в принципе все те программы которые на присутствуют списке все эти программы с ними справляется любая операционная система веб-броузер а какие проблемы вот вам веб-броузер вот у меня был видеоролик от февраля этого года просмотрела его немного немало около 38 тысяч человек самые разные были мнения там значит я говорил что чем linux лучше винды это вызвало много споров а потом я как-то пришел вот к пониманию того что да не надо противопоставлять ради бога вот человек выбирает те программы которые ему нужды нужны и списка и соответственно этому он уже выбирает себе и операционную систему значит или розовенькую бесплатно или значит голубенькую зелененькую платно бывают переходные варианты у меня 95 процентов программу меня на linux и я практически им постоянно пользуюсь и есть только две программки которые значит на винде находится из-за которой мне приходится держать там 100 гигабайт на жестком диске винда десятка только чтобы пользоваться одной программкой на там на 100 на 200 на мегабайт не больше битинговая программка для английских скачек а другая программка то вообще полтора два мегабайта юмик юмик на винде у него больше функционала ну вот ну надо мне ну такая их одержу а какие проблемы то у меня обычно на компьютере там всегда там три-четыре операционной системы это как правило стоят их там тестирую смотрю причем посмотрите я написал линуксе не указал какая конкретная операционная система линукс это может быть и ubuntu и дебиан да что угодно может быть какая разница вот идете на главный сайт он их тут этих линуксов сколько выбирайте любое значит скажем личико для вашего линукса который вам нравится ставьте его и тренируйтесь а по ходу дела определитесь что легче ставится как нам что почему ну вот в первой тройке вот минт дебиан и ubuntu и у меня на блоге все это дело представлено ради бога идете на блок вот мой блок здесь значит пожалуйста и откуда скачать новые сборки и дистрибутивы как выбрать эту систему от и до все инструкция и уроки по настройке одним списком и вот кладовочки 3 где у меня хранятся значит мои сборочки и файлик команды видео и все видеоролики которые опубликовал на трубе причем один даны в хронологическом порядке от более новых более старым вот на сегодняшний день последний мой ролик был откуда качать мои сборки всегда пожалуйста под любым и видеороликом вот любой возьмите всегда всегда имеется на ссылочка на мой блог нажимаете на мой блог попадаете на мой блог и здесь ищите информацию которая вам необходима не знаете как смотреть мои ролики вот на главной странице написано как смотреть мои видеоролики нажимаете и начинаете смотреть там ролик о том как правильно смотреть видеоролики то есть никаких проблем поэтому запомните самое главное не нужно выбирать операционную систему они все каждый по-своему хороша но в принципе вам нужно выбрать операционную систему скажем так экономичным путем первое чтобы она была недорогая или бесплатная значит чтобы легко ставилась и нравилось вам на windows представляет только один пользовательский интерфейс apple тоже сколько рабочих столов у линукса я вам показал только на одном тебя них там штук восемь вот на самом деле их там еще больше и причем я не делаю различие то вот такой-то линус лучше такой-то хуже лично мне нравится linux mint cinemon очень удобен в установке в настройке стабилен хоть многие там и говорят что у него там много кряков ничего подобного правильно настроить и да плюс будете пользоваться программой system bug грамотно и будет он у вас работает годами великолепная программа вот так вот она выглядит вот показываю вот посмотрите нормально linux mint верхняя панель очка у меня значит нижняя панель очка рабочие там программы все то что мне необходимо вот у меня значит тут имеется конки информационная панелька если по каким-то причинам она мне допустим не нужно да я просто взял ее вот так вот отключил и все и нету и обоинке тут меняется у меня значит там но каждую там минутку там или две прибегает самые разные и самые красивые там из разных там мест поэтому выбор в основном лежит как говорится за человеком да линукс в магазине предустановлены на компьютер скажем так явление из ряда вор но у каждого есть выбор есть у меня масса видео уроков как линукс поставить как настроить когда обретете навык необходимый по настройке появится вкус но поймете что такое линукс на мне он очень нравится честно скажу очень такая хорошая операционная система настраиваемая под очень дружественная к пользователю поэтому в данном случае значит я конечно отдаю предпочтение линукс хотя иногда пользуюсь и виндой вот но спорить с кем-то как говорится там да не знаю там до просящего визга что лучше что хуже лично мне по барабану я использую то и другое то есть я использовать то что мне нужно то что мне нужно линукс мне дает процентов на 90 на 95 все остальное это говорится ну надо мне ну заскочила там раз там в недельку там на виду там какие-то там программки там поиспользовал а потом обратно как говорится на линукс потому что ну нравится мне вот и все хорошая система не вирусов там никакой дряни там ничего такого нету стабильно работает там и сутками и неделями я правда больше не пробовал потому что иногда приходится компьютер там выключать и так далее но очень стабильная такая хорошая нормальная рабочая система вот поэтому значит основная цель вот этого видео урока заключается в том чтобы дать вам понятие о том что не нужно выбирать операционную систему а потом под нее искать все необходимые вам программы а нужно определиться во первых со списком программ с которыми вы в основном работаете и поискать какие операционные системы наиболее удовлетворяет вашему списку вот и все ну ладно значит я желаю вам всем всяческих там успехов удач в освоении и винды там и линукса ради бога значит смотрите на кому что нравится вот ну ладно всем успехов и до новых встреч